Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать! Я хотела сказать в игру Sims 4, но нет, это не игра Sims 4, хотя про Sims 4 мы с вами сегодня тоже поговорим. Итак, пару минут назад у разработчиков закончился мини-мини-мини стрим, на котором нам рассказали кое-какие новости касательно Sims 4, Sims Mobile, Sims Freeplay и, конечно же, Project Rene. Если вдруг вы пропустили этот стрим, то я подготовила такой вот небольшой-небольшой ролик, в котором я вам попытаюсь рассказать все, что рассказали разработчики. Если я о чем-то забуду рассказать, то ссылочку на сам мини-мини стрим я оставлю в описании. И начнем мы с вами, пожалуй, конечно же, с игры The Sims 4. И нам рассказали о том, что через два дня мы с вами увидим, я так понимаю, что трейлер, пока что только трейлер нового ставпака. Если я не ошибаюсь, последний ставпак, который появился в игре Sims 4, это был ставпак Паранормальная. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, может быть, я подзабыла, но, по-моему, после Паранормального ни один ставпак больше не выходил. И тут, бац, нам разработчики заявляют, что выходит еще один ставпак, который называется Home Chef Hustle. Вы сейчас как раз можете на вот этих вот вафельках увидеть название. Кстати, ребят, напишите в комментариях, у вас есть вафельница? Вот у меня вафельницы нет, но после просмотра вот этого вот ролика, знаете, я вот подумала, может быть, стоит купить вафельницу, потому что такие вафельки очень вкусные. В общем, у нас выходит новый ставпак и 14 числа, то есть через два дня, мы с вами увидим трейлер этого ставпака. Честно говоря, я не знаю, как относиться к появлению, к возвращению ставпаков. С одной стороны, я вам хочу сказать, вот тоже паранормальное, например, Laundry Day или же тот же Bowling. В принципе, это классные наборы, они мне очень нравятся и нравились. И, в принципе, наверное, хорошо, что у нас будет такая вот разбавка, потому что, честно говоря, у нас и так очень-очень-очень много китов. И хотелось бы, конечно, увидеть что-то еще, знаете, трошки больше, чем киты, потому что за этот год, знаете, давайте вот так вот вспомним. У нас, по-моему, вышел Growing Together. Growing Together же вышел в 23-м году, я же не ошиблась. И у нас вышел... Ну, вы поняли, раньше у нас вышло. И все. Ну, и куча китов. Ну, как куча, относительно куча китов. Мне кажется, что, как бы, стоит, конечно, возвращаться к наборам побольше, потому что эти наборы обычно приносят не только какую-то новую одежду, какую-то новую мебель, но еще и новый геймплей. Поэтому сейчас мы с вами одним глазком глянем, что же у нас появится. Ну, я думаю, что уже из названия и так понятно, что у нас появится новая кухня. Home Chef Hustle. И, кстати, тут есть кое-что интересненькое. Вот в этом вот наборчике вот нам с вами показывают. То есть, в принципе, у нас появился боулинг, у нас появилась вот эта вот стирка. И, кстати, стирка, ребят, на самом деле, действительно очень-очень классный набор, потому что, когда я строю, допустим, домик, используя только базовую игру... Кстати, я же собираюсь застроить полностью весь Виллоу Крик, да, также называется базовый городок. В общем, я буду использовать по хардкору, я буду использовать только базовую игру. И я понимаю, что мне вот этого вот ставпака очень сильно будет не хватать, я имею в виду лондри, потому что, ну, блин, когда ты оформляешь дом, ты просто смотришь на вот это вот пустое место, ты думаешь, блин, ну вот тут бы вот эта вот стиралка бы вписалась, просто бимба была бы. Нет. У нас стиралки в базовой игре нет. Но раз мы строим по хардкору, хай будет хардкор. И, кстати, один из моих самых... Стоять, куда мы так летим? Один из моих самых любимых наборов, это, конечно же, компактная жизнь. Тайни Ливинг, это просто бимба! Я обожаю этот набор, я люблю строить домики, используя вот этот вот набор. И мебель вот в этом вот Тайни Ливинге, ну, вот видите, нам показывают как раз вот это вот у нас раковина, зеркало, вот это вот украшение на стену, это все из Тайни Ливинг. А вот этот вот столик, я про него, конечно же, постоянно забываю, потому что этот столик почему-то отсутствует у нас в столиках, ну, когда вы стоите... Строите дом по фильтру, ну, я имею в виду по комнатам, почему-то этот столик отсутствует в фильтре столиков. И это странно, честно говоря. И я про него забываю, но он мне очень нравится, он очень стильный, он маленький, компактный, такой, знаете, ну, вот прям просто то, что нужно. И мне действительно Тайни Ливинг очень нравится, а вот эти вот всякие приколы с паранормальщиной, согласитесь, они тоже достаточно интересны, сколько раз мы с вами использовали этот набор в прохождении различных челленджей. Да и, в принципе, просто, согласитесь, Гидри у нас иногда очень даже хорошо помогает. И вот нам с вами показывают кое-какие зарисовки. Понятное дело, что не факт, что это мы с вами прям вот так вот все увидим. Но, что мне очень понравилось, ребят, сразу хочу отметить. Во-первых, полочки, угловые полочки. И, ну, понятное дело, что я думаю, сразу же все отметили и думают, господи, Даша, какие полочки. Будет же build-in furniture. Ну, короче, мы с вами сможем, я так понимаю, вот сюда вставлять микроволновку. Наконец-то! Я помню, когда-то, много лет назад, я нашла, как можно встраивать микроволновку, даже не встраивать, вы же знаете, что микроволновка привязана только к вот этим вот тумбам. Ее нельзя оторвать от тумбы и поставить, например, на стол. Ее можно поставить либо на холодильник, либо на тумбу. Я когда-то нашла туториал много лет назад, в котором показывалось, как можно разместить микроволновку на тумбу, тумбу уменьшить, потом приподнять микроволновку. В общем, геморроя много, но то, что добавили вот эту вот фишку, это круто. Тем более, что есть в сисишках вот такая вот мебель, которая позволяет размещать вот туда микроволновки. Ну, понятное дело, что специальные микроволновки. А тут, получается, у нас будут вот такие вот крутые варианты. Ну, я очень на это надеюсь, потому что если такого не будет, я разочаруюсь. Вот честно, мне, кстати, нравится вот этот вот барный столик, который мы там трошки выше видели. И вот еще. Как мне кажется, у нас нет такой плитки. Я так понимаю, что нас будет ждать новая плитка. У нас есть схожая плитка, но не такая плитка. И, кстати, да, я думаю, что многие обратили внимание на вот эти вот шкафчики. Я же их не закрываю головой? Вроде бы не закрываю. Вот эти вот шкафчики очень модные. Я помню, когда я искала какие-то, знаете, инспирейшены в плане постройки кухонь, я видела, что, допустим, вот тренд, допустим, 22-го, 23-го года, это вот такие вот кухни, которые состоят из нескольких шкафчиков. То есть есть маленькие, например, и повыше. И их было так много, их настолько было много различных вариантов. Например, черный с бежевым, черный с белым, там, зеленый с бежевым, такой вот, знаете, типа болотного цвета. Ну, просто лялечка. И, кстати, мне нравится вот эта сушилка. Вот, блин, сушилка просто смотрится очень круто. Ну, я думаю, вряд ли из этого краника можно будет взять, и, знаете, вот эти вот с краников снимаются. Насадки, может быть, что-то помыть. Я думаю, это, скорее всего, декорант. Кстати, неплохой холодильничек внешний. Ну, в принципе, смотрится стильно. Современная стильная кухня. Кстати, обратите внимание, небольшая посудомойка. Мне кажется, что это тоже отличный вариант. Но я не думаю, что она будет вписываться в какие-то маленькие тумбы. Скорее всего, она будет подходить только под обычные классические тумбочки. И вот, кстати, различные цветовые варианты. То есть, вы видите, у нас есть такие вот приглушенные. И, кстати, по-моему, это цветовые варианты, которые у нас есть в интерьере мечты. По-моему, так называется наборчик. Ну, вот, вы видите, тоже такой вот приглушенный зеленый, жевтенький, червоненький. В общем, мне кажется, что они будут трошки перекликаться, если, конечно, я не ошибаюсь. Но понятное дело, что это просто зарисовки. И это не значит, что мы то же самое получим с вами. В итоге, когда выйдет этот набор. И нам с вами еще трошки проспойлерили. Вот, ребята, вафельница. Слушайте, у меня нет действительно вафельницы. Я вот думаю, может купить. Тем более, что вафли можно делать не обязательно сладкие. Их можно сделать, например, действительно с рыбкой. Их можно сделать сыр с сыром вафли. Знаете, я когда-то такой трошки маленький офф-топ несколько лет назад во Львове пробовала офигенные. Но это даже не совсем вафли. Короче, это вроде бы были вафли, но они закручивались такой вот трубочкой. И там в пупырках был, по-моему, сырочек. Короче, офигенно вкусные вафли. Но я так понимаю, что дома ты, наверное, такое не сделаешь без специальной машины. Но если будете во Львове, обязательно попробуйте, потому что это просто биба. Лялечка. Возвращаемся к нашим вафельницам. Они, знаете, ну смотрятся неплохо. Но мне кажется, что-то подобное наверняка у нас есть в доп-контенте. Хотя вряд ли. Вряд ли это абсолютно новое блюдо. Но who knows? Может быть я ошибаюсь, может быть и нет. Вот то, что я вам говорила. Смотрите, с лососем можно сделать. Можно сделать... Ребят, смотрите, с ножками. И с яйцом. И, наверное, вот это вот типа сырно... Сырный соус, ребят. Кстати, в Макдональдсе вернулся сырный соус. И вот тут я вижу тоже сырный соус. И, блин, представляете, как это, наверное, вкусно. У меня, кстати, есть ножки. Я понимаю, что надо их быстрее приготовить. Кстати, еще одна офигенная фишка, наконец-то. Но жалко, что, я так понимаю, это, наверное, появится с набором. Хотя, может быть, и фри апдейт нам это принесет. Короче, как вы знаете, у нас огромное количество блюд. Например, в сотни детей у меня мамочки очень быстро учатся готовить. И, ну, то есть, они 10 уровень очень быстро набивают. И у нас огромное количество блюд. И у нас, наконец-то, появляется сортировка. Вегетарианцы, лактос-фри. Потом с мясом, с рыбой. И, понятное дело, что всякие десертики. Ну, и, конечно, нам показывают кое-какие маленькие спойлеры, кстати, одежды. Смотрите, какие симпатичные вот эти вот дррррррррррррр. ну, венчики, которые для взбивания, которые делают. Прическа неплохая. Очень даже, я так понимаю, что у нас появятся новые фартушки. И понятное дело, что у нас появятся очень и очень классные комбинезончики. Мне они прям, вот, понравились. Прическа новая. И, кстати, ребят, мне кажется, смотрите, у нее сережки-пицца. Сережка-пицца. Я когда-то, когда мне было, наверное, лет 16-17, я когда-то увлеклась полимерной глиной. Знаете, такое ощущение, что у нас тут не разбор этого самого стрима, а я вам тут еще что-то рассказываю. Ну, в общем, короче, трошечки информации. Я, когда была школьницей, тире уже там на первый курс поступала, мне вот у меня был период, когда я увлеклась полимерной глиной. О, это просто мне крышу сносило. Мне хотели все готовить, потому что это было очень популярно. Делали всякие смоколки, делали какие-то мороженки, пироженки. И я, помню, пробовала сделать пиццу. Если я когда-нибудь найду свои поделки, ребят, я вам покажу на стримах, потому что, ну, блин, это, знаете, такая вот история. То я когда-то бисером увлекалась, а тут вот это из полимерной глины. Причем оно смотрелось очень круто у ребят, которые это делали, а у меня получалась какая-то не пицца, какая-то, ну что-то, какой-то хлебушек подгоревший, но явно не похож на пиццу. И вот нам такой вот мини-спойлер. Нам не объяснили, что это такое, но я так понимаю, что мы с вами сможем разместить вот такой вот ларечек и использовать его для заработка. То есть мы с вами, в принципе, теоретически такое можем делать и на наших обычных вот этих вот столиках для распродажи, но тут, видимо, делается акцент на еду, то есть, может быть, она тут не так быстро будет портиться. И, кстати, ребят, а может быть сотни детей использовать? Я, правда, уже на записывала кучу серий сотни детей, я не знаю, смогу ли я это добавить или нет, но, блин, было бы действительно очень круто, на мой взгляд, чтобы у нас какая-нибудь мамочка, например, вот открыла такую себе точку, где она сможет заниматься продажей еды. Кстати, ну вот нам с вами показывают, что 14 сентября мы с вами видим только трейлер. Я, знаете, сначала увидела вот эту вот картинку, и я такая, опа, 14-го мы с вами уже увидим. Наверное, этот набор потом понимаю, нет. Стопэ, какой 14-го? 14-го будет только трейлер. Дальше нам рассказали про семейку Ландграба в такой вот трошечки небольшой как бы получился рассказик. И я так понимаю, что, скорее всего, семейка Ландграб будет следующей в переделке. Как вы знаете, разработчики переделали уже готов, они переделали семейку из Ази Спрингс, вы знаете, там, где у нас этот Дон Лотарио и его прекрасные мадамы. И я так понимаю, что вот эта семейка будет следующая на Мейковере. И, конечно, будет интересно посмотреть, как их переделают для игры, но, честно говоря, эта семейка мне очень даже нравилась. Поэтому, в принципе, я даже не знаю, как их переделать. Дальше у нас Sims Mobile и Sims Freeplay. И в Sims Mobile, знаете, вообще странно, у нас как бы Хэллоуин скоро. И как бы в Sims Mobile подвезли мебель, как вы видите, из оборотней. То есть появятся вот эти вот вещи, которые у нас и так есть. Получается, в Sims 4. Почему ничего не добавили для Sims 4, я не очень поняла. Многие ребята писали в этих самых, в чате, где феи? Вот, кстати, напишите в комментариях, а почему именно феи? Почему именно, вот все думали, что именно этой осенью будут феи? Да, я знаю, что многие говорили про феи в прошлом году и в позапрошлом, но почему-то тут прям активно писали, где феи, где феи? И неужели разработчики действительно как-то намекали на феи или же нет? Но, в принципе, хотелось бы, конечно, увидеть каких-то еще новых сверхъестественных существ или хотя бы чего-то тематически подготовленного к Хэллоуину. Потому что, если нам 14 покажут трейлер, то, скорее всего, в конце сентября будет этот набор. Может быть, что-то выйдет к концу октября. Но, в любом случае, как-то, ну, как-то грустненько. И, понятное дело, что появится еще вот такая вот новая мебель, но тут, как вы видите, микс получается из Growing to... Подождите, этот у нас, по-моему, это эти подростки. Ну, вы скажите, я скажу, как этот набор называется. High School. Видите, как оно бывает. Ну, кстати, мне нравятся эти стены. Почему их нет? 74 до сих пор. А вот, например, в симуляторе отеля у нас есть такие, ну, похожие стены. И еще появится какая-то новая история, связанная с гномиками. Ну, в общем, что-то интересное. Это Sims Mobile. И в Sims Mobile будет празднование Day of the Dead. Day of the Dead же, да? Я же ничего не напутала. А то я умею, я могу. И, как видите, тут тоже добавили очень много всякого стаффа. И, знаете, вот, блин, в мобильных играх добавляют очень-очень классный контент. Во-первых, вот этот вот праздник, то есть очень-очень много всякого интересного. И плюс еще какой-то пастельный набор будет. Пастельный апдейт. Пастельный апдейт. И появятся новые всякие интересные штуки. Вот, во-первых, ребята, скейт. Дайте, пожалуйста, скейт в Sims 4. Езда на скейте. Потом вот такие вот офигенные старые камеры. И вот такие вот, видите, всякие пастельные украшения. Мне очень нравится вот это зеркало за моей головой. Ну да, вы видите, то есть тут у нас всякие квиточки. Тут у нас какие-то, видите, вещички такие вот в пастельном. Гриб, смотрите, какой классный. И вот такая вот кровать. Ну, она, конечно, у нас не из пастел-попа, но, в принципе, что-то есть схожее. Хотя вообще похоже на надувной матрас. Ну и финальный скрин, честно говоря, для меня самым удивительным был кусок с Project Rene. Нам не показали ничего. Нам показали только разговор с одним из разработчиков. И что нам сказали? Ну, во-первых, Project Rene игра будет бесплатной. Мол, как бы, когда она только-только будет уже закончена, все будет, вот она вот запущена, все, она будет абсолютно бесплатной. Но, понятное дело, что это речь идет о базовой игре. Sims 4 никто не будет забрасывать. То есть, эти две игры будут развиваться параллельно. То есть, для Sims 4 тоже есть еще много всякого контента. То есть, разработчики сразу сказали, что и Sims Rene, этот, ну, Project Rene, и Sims 4, они будут развиваться параллельно. Значит, Grow Over Time игра будет обновляться. Вы же капитан, очевидность. Но, что они отметили? Как я поняла, то есть, допустим, в Sims 4, как вы знаете, у нас нет погоды. Кстати, когда я записывала вам коноков, для меня было так странно играть без погоды, у меня была только базовая игра иконки. И знаете, в какой-то определенный момент, когда я уже отыграла, может быть, две-три игровых недели, я так думаю, подождите, а где дожди? А куда оно все делось? Я так привыкла к погоде, что без этого всего было очень странно. Но, в Rene погода уже будет, то есть, сизонзы уже будут в Project Rene, но, что будет в ставпаках? Понятное дело, что будут ставпаки, будут всякие дополнения, но, что будет с ними? Например, у нас есть погода, у нас есть сезоны, но, допустим, в паке вы можете купить, например, какие-то зимние увлечения, например, катание на сноуборде, может быть, там какие-то катания на льду, на коньках, ну, то есть, там будет больше, я так понимаю, акцент, как дополнительные activities, то есть, такого вот плана, может быть, мебель, ну, вот, в принципе, то, что я и говорила касательно Sims 4, то есть, изначально Sims 4, конечно, надо было трюшки, мне кажется, в другом наборе выпускать, ну, и потом уже туда будут добавлять всякие интересные штуки. Понятное дело, что тут рассказали, что игра будет доступна на всех платформах, вы сможете с друзьями играть, вы сможете объединяться, но, честно говоря, вообще ни одного скриншота, ни одного видео не показали, и вот как-то грустненько, вот прям очень грустненько, в общем, на мой взгляд, стрим получился очень коротенький, и, честно говоря, по информативности, ну, мне не хватило каких-то, опять-таки, кадров пор и не. Кстати, ребят, еще один маленький нюанс, только что еще раз пересмотрела стрим разработчиков, ну, чтобы ничего не забыть вам рассказать и показать, и, оказывается, разработчики мельком нам показали, экспансион пэк в ближайшее время. Я так понимаю, что, скорее всего, он выйдет где-то в декабре, а это получается, что в этом году для нас подготовили целых три дополнения. В общем, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого стрима, что вас заинтересовало, что вас не заинтересовало, ну, и, конечно же, что вы думаете по поводу возвращения ставпаков. Рады вы? Не рады. И, как думаете, ставпаки будут потихонечку вытеснять киты, или же у нас будут выходить, например, один ставпак, один доп, куча китов. Как думаете, как вообще в итоге все будет? Ну, я буду с вами прощаться, я надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Если что, ссылочка на вот этот вот стрим в описании. Кстати, у нас проходит розыгрыш четырех наборов. 74, заходите в мой телеграм-канал, и вы там можете принять участие в этом розыгрыше. Ну, я буду с вами прощаться, хорошего настроения, добрая позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok